так друзья приветствую как видно как слышно делаем продолжение работы так все отлично видите там был у нас небольшой технический сбой на первом вебинаре почти весь я не мог включиться николай вот наш технический директор сейчас пытаемся отладить связался с миром с мирополисом вот так мы и не выяснили почему не включался не включается мой основной компьютер камеру просто комната ее не видит вот пришлось сейчас уже через резервный войти да друзья кто был у нас на вебинаре прошу предыдущим ответить на вопросы потому что это очень для нас важно для статистики для того как это как 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 работает и соответственно как восприять информацию потому что мы сейчас поставили задачей с алексеем и вот еще с командой которых мы сейчас готовим вот эти вот водные вебинары для новичков это и арманд и ольга шантина вот там со временем к нам виктор боборин подключится то есть наша задача отработать такой идеальный вебинар для новичков чтобы мы за 40 45 минут давали полное представление очень доходчиво просто а доказательно совсем со всей выкладкой технических экономических именно приоритетов которые реализуются в проекте чтобы было понятно какие цели задачи стоят перед проектом какая юридическая схема защищенности инвесторов и тот кто вошел в проект какие сами цели задачи у проекта и соответственно какие результаты мы планируем достичь и промежуточные именно как доказательная база то что уже декларировалось то что делается и то что будет сделано вот эта задача нашего вводного такого вебинара мы их ведем в 12 часов перед 13 часовым традиционным технико-экономическим для сибири и дальнего востока и будем в 19 часов перед 20 часов вечернем для европейской части поэтому здесь уже друзья мы тоже опросик сделали видели что процентов 20 только приходят на эти вебинары все-таки новичков а остальная часть это те кто уже не первый 2 раз это тоже очень полезно потому что слушать даже многократное изложение вводной части это тоже очень полезно и мы здесь друзья с алексеем и с армандом не к попугаи просто раз одно и то же вы видите мы меняем формат мы меняем донесение информации мы меняем приоритеты для того чтобы четко отработать и выверить и сделать выверенную форму которая будет абсолютно доказательной абсолютно убедительной и доступны для восприятия поэтому у нас просьба такая для тех кто смотрит для тех кто использует это в работе вы друзья не стесняйтесь пишите на skype мне алексею пишите в почту предложение чтобы вы хотели добавить усилить что надо поменять что надо делать мы это будем обязательно учитывать потому что мы сейчас экспериментируем мы в разных форматах это проводим но это должен быть в конечном итоге очень отлаженный и каждое слово должно быть выверено в этом в этой это не совсем презентация это скажем так введение более правильно в проект skyway а дальше мы сделаем у нас очень интересные сегодня есть партнеры которые снимают профессионально сделанные именно курсы обучающих для ведущих университетов мира и мы сделаем этот эту вводную лекцию именно в очень высоком качестве с точки зрения донесения и это будет уже использоваться как готовый материал который вы можете ставить или рассылать любому новичку рассылать любому кто входит в проект может включить и там будет и анимация и будет компьютерная графика и будет демонстрация роликов и так и все это будет сведено вот в такой 45 минутный формат который можно сразу посмотреть и возникает полное представление вот эта цель и задача которую мы и мы я думаю что где-то вот январь февраль и где-то марте мы начнем уже снимать вот вот именно такой видео скажем так видеопрезентацию она расширенная а дальше задать ну вот эти вводные вебинары выведем их форму такой что сначала ставятся ролики новички смотрят а потом онлайн режиме мы с алексеем с армандом там с подключением других специалистов которые нам понадобятся и юридического плана нашего фонда skyway инвест групп и юридической службы бабурина в компании мы будем отвечать на вопросы для того чтобы люди уже особенно которые входят и только-только возникает вопрос и мы будем чать дальше мы планируем ввести форму уже вообще онлайн техподдержки когда можно будет через skype или через перископ входить задавать вопросы получать ответ поэтому как вы видите работа совершенствуется работа идет и по мере развития проекта самого мы совершенствуем именно систему и информационной поддержки проект потому что система развивающаяся очень активная и соответственно я еще вам могу сразу сказать что в ближайшее время там конец января начало февраля вас будут там каждую неделю ожидать очень интересные сюрпризы не люблю это слово а очень интересные неожиданные люди которые будут к нам подключаться на вебинарах которые будут давать свои интервью и так далее то есть это тоже работа ведется и все это друзья как раз именно развитие проекта естественно год назад когда мы усиленно создавали доказательную базу когда мы усиленно аргументировали что мы будем делать и что предстоит сегодня друзья когда смотришь репортаж уже когда строится почти по моему кто кто считал кто не считал я не успел посчитать по моему там 16 опор уже промежуточных поставили вот всего их там будет 19 уже приступили к второй анкерной опоре которая выделит держит основную нагрузку вторую на конце этого километра и здесь сразу друзья такой а скажем так пояснение нюанс то есть мне писали в чат что вроде как а зачем вот надо сейчас вот идет зима строить как же дороже зарплаты там и вообще зачем делается вот друзья кто не понял вообще замысла и не понял почему сегодня и показывается демонстрация в самый сильный мороз который сегодня удалось дождаться в беларуси это минус 21 градус это конечно не ахтиху сколько но хоть что-то вот так вот друзья как вы понимаете россия и вся евразийская зона она в большей своей части находится в условиях севера в условиях вечной мерзлоты а технология как мы показывали она идет именно для освоения труднодоступных в том числе северных территорий поэтому не будет останавливаться стройка не в снегопады даже самые сильные не в морозы даже самые сильные потому что это друзья отладка часть части технологии которая показывает ее все погодность которая показывает ее все климатические зоны показывает о том что она технологично строится и в снег и в дождь и зимой и летом и днем и ночью и в жару и в холод и поэтому друзья соответственно это именно четко подачи информации сейчас для тех кто скажет а как в северной зоне работает эта технология поэтому на сегодняшний момент с научной точки зрения можно абсолютно точно сказать что в минус 21 градус пока друзья к сожалению ниже не было бы 39 вы бы увидели то же самое то может быть кириченко одел бы немножко другую шапку и еще больше бы так сказать это кашлял как когда говорил но в принципе получилось очень неплохо поэтому друзья я считаю что такие позитивные такие именно настоящие научные подтверждающие и утверждающие скажем так факт строительства все погодности технологии он ну друзья я не знаю там как вас а меня очень и очень впечатлил поэтому вы сразу чтобы мы очень много тоже будем комментировать делать вот чтобы вы понимали очень многие вещи потому что вот на прошлой неделе прошел ролик ролик про ракеты и про технологию вывода в космос и у меня сложилось такое несколько ощущений подозрения что не все поняли важность этого значения и мы как раз на своих вебинарах друзья мы на своих встречах будем вам это пояснять делать и в этом наша задача и заключается чтобы не было никаких не отвеченных вопросов и более того чтобы вы понимали значимость и того процесса и того проекта который вы в котором вы участвуете вот друзья это как небольшая ковводная часть связана с тем роликом который прошел в начале если кто подсоединился позже обязательно его посмотрите на ю тубе 1 в ю тубе канале как то идет у всех сегодня информационных порталов которые обслуживают программу skyway обязательно skyway инвест групп то есть мы все это обязательно делаем да вот алексей сейчас выложил обязательно смотрите потому что и второе друзья набирайте уже эту базу для того чтобы при вот я взял за правило вот такого рода утверждающий ролик и рассылаю нескольким таким своим потенциальным клиентам потенциальным инвесторам но это люди которые собираются инвестировать сотни тысяч долларов а там один стоит уже там держит в кармане миллион долларов и все ждет когда для него наступит тот момент когда он будет готов вот и я даже знаю когда этот момент произойдет друзья этот момент произойдет в начале марта вот а точнее между двадцатым февраля и восьмым марта поэтому друзья сразу как некая такая интрига между двадцатым февраля и восьмым марта произойдет несколько настолько значимых событий в жизни skyway который для многих людей в том числе и крупных инвесторов будет являться определяющим для того чтобы участвовать в проекте что это будет за событие друзья вам чуть попозже расскажем вот но это очень впечатляющая и очень доказательная вещь поэтому рассылайте такие ролики я вот для себя беру что что-то интересное увидел у меня есть целая рассылочка интересная где я с небольшими комментариями послал искал ребята посмотрите вот следующий шаг посмотрите мы делаем то есть мы ничто не не минуты не часа ни одного дня не стоим на месте это друзья самое главное и это наша с вами работа друзья это то что вы слышали как она туда же сказал что все идет в соответствии с графиком финансирования вот какой друзья мы график обеспечиваем такая работа идет будет графика от нас в три раза больше я вас зауверяю что и результатов и темпов работы будут тоже в три раза больше потому что конструкторское бюро и все к этому готовы мы сейчас крауд инвестинг к этому подтягиваем и количество инвесторов и людей которые сегодня идут и поддерживают проект становится все больше и объем инвестиций соответственно выше вот а я могу сказать что я практически каждый день сейчас веду переговоры с инвесторами которые уже реально готовы инвестировать десятки сотни тысячи долларов и это тоже как бы процесс сейчас набирает обороты и все это опять же друзья только благодаря тому что доказательная база все становится более убедительной более демонстрационной и показано четко движение работы так друзья теперь два основных момента которые бы я хотел осветить сначала начнем с того сюжета который мы показали в конце прошлого вебинара вот это репортаж анатолий дуаровича где михаил кириченко обсуждать с ним брал интервью и они рассуждали о ракетной технике о кпд ракете о технологии которые он тоже демонстрировал и показывал еще в семьдесят шестом году а в восемьдесят шестом году восемьдесят девятом году была конференция в гомеле небо на колесе которая была под именно союзом космонавтики советского союза членом которого был анатолий дарш юницкий игорь петрович волк который тоже неоднократно был и еще будет гостям нашим и наших вебинаров и вообще программы skyway поэтому сейчас вы четко поняли из того репортажа если нет то обязательно его посмотрите то есть вот ссылка сейчас у вас есть это шокирующая правда ракета но это технологическая часть анатолий дарш показал что друзья технология которая позволяет не ракетным образом осваивать космос спроектирована и концептуально оформлена еще 40 лет назад но технологически она не может быть реализована и как раз вот научный фильм белорус научный фильм показал что пока это мечты и с точки зрения инженерии показал что и сделал расчеты что он рассматривает ракету как транспорт и задает вопрос а можно ли решать цели и задачи которые ставит Константин Эдуардович Циолковский еще в начале 20 века говорил что земля это колыбель цивилизации дальше она разовьется и выйдет за пределы на счет осваивать и Юницкий поставил вопрос друзья а можно ли с помощью одной телеги которая обслуживает все человечество обеспечить вот это светлое будущее обеспечить этот научный технологический прорыв и как инженер как технолог он говорит конечно нет друзья это абсурд второй задает вопрос а можно ли создать транспортное средство которое будет решать эти задачи да как инженер он разработал физическую модель системы который использует для сохранения масс а я для тех кто не помнит физику, скажу, что мы сегодня летаем с помощью закона сохранения энергии и закона сохранения импульса. Это воздушное движение, закон Бернули и закон сохранения импульса, это ракетная техника. Соответственно, третий закон сохранения, который открыт человечеством и который мы сегодня знаем, закон сохранения масс, он не используется для движения. И Юницкий как инженер, как изобретатель предложил систему, которая позволяет использовать закон сохранения масс создать транспортную систему, которая будет выводить на геостационарную орбиту Земли до миллиона тонн грузов одним рейсом. Он это разработал, рассчитал, сделал, показал. Это была концептуальная теоретическая разработка, которая сопоставима по своей сути с теоретическими работами Константина Эдуардовича Циолковского. Соответственно, когда это будет, это транспортная система, тоже, наверное, именем Юницкого. Но обратным счетом он стал приходить, а что же можно сделать, упростить эту систему, для того, чтобы она стала реализуемой уже в это время. И дальше, опуская определенные такие логические и инженерные расчеты, Анатолий Дович пришел к струнной системе, к струнному транспортную реализуем. И дальше, сегодня мы это создаем, мы делаем и переходим уже к практической реализации, к созданию. Это как из истории вопроса, который тоже освещал Алексей в предыдущем вебинаре. А вот теперь, друзья, у нас технико-экономический вебинар. Это встреча для людей, которые интересуются не только технологией как таковой развития, но место ее в историческом развитии, место ее в череде открытий, которые сделаны в развитии экономической мысли. И вот здесь, друзья, несколько классификаций, которые мы уже проводили. Это технологические уклады. Это очень интересная теория. Она, кстати, разработана и общепринята только в России. Это российская, русская экономическая мысль. Начата еще Николаем Кондратьевым в начале 20 века. Потом она разрабатывалась советской научной школой. Это академик Абалкин. И сегодня активно... Так, 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 так. Все в порядке. Так, извините, у меня просто технические иногда проблемы. Все нормально. Видно, слышно, как... Дайте реакцию. Ага, отлично. А то у меня, я говорю, с техникой что-то... Отлично, отлично. Все, продолжаем. Так вот. Дальше в российское время, уже в нашей современной истории эту концепцию взял Сергей Юрьевич Глазев, академик российской академии наук, руководитель секции развития евразийского пространства. И он же является академиком международной академии. И он сделал классификацию шести технологических укладов, где показал, что в каждое время есть свое ядро, своя технология, которая это определяет. Мы много раз об этом говорили, друзья, то есть даже не буду сейчас напоминать, что это технологическое развитие от первых фабрик, которые сформировали сегодняшнее представление о промышленности, о финансовых системах. Это где-то конец 17-го, начало 18-го века, это еще 1770-1780-й. И, кстати, это начало эры, когда мы для движения и для промышленной деятельности стали использовать энергию невосстанавливаемых источников. Потому что до этого все перемещение людей происходило на телеге с лошадью, то есть это экологически чистые восстанавливаемые источники энергии. А грузы и люди перемещались по морю с помощью энергии ветра. То есть вот с 1770-80-го года человечество стало отходить от возобновляемых источников и стала переходить, началась эра углеводородов. Потом появилась паровая машина, то есть это паровоз, пароход, появилась, соответственно, паровой молот, то есть сегодняшняя уже промышленность, тяжелая промышленность, появилась металлургия, угольная, угледобыча. И, соответственно, это второй уклад. Третий уклад – это появление электричества, которое качественно изменило. То есть мы вошли в эру электромагнитных волн, мы вошли в эру сначала телеграфа, потом телефона, потом радио. Соответственно, это дало целый такой скачок цивилизационного развития. Дальше пришла эра двигателей внутреннего сгорания, появилась нефть, появились вот эти океаны под Саудовской Аравией и под Ираном, что сегодня между собой делят. И началась эра доминирования доллара, то есть это конец 19-го, начало 20-го века. И весь 20-й век прошел под именно связкой нефть-доллар, доминирование, углеводороды. И мы фактически за 150 лет, ну там 130 лет точнее, мы сожгли в своей атмосфере, загадив практически до точки невозврата биосферу, в которой мы живем. И вот этот технологический уклад четвертый, он сопровождался изменением политической и социальной системы, потому что рухнули мощнейшие империи, которые существовали тысячи лет. Российская империя, Османская империя, Австро-Венгерская империя, потом Британская империя. Соответственно возникли другие образования, другие страны, другая. Но при этом мы с вами видели и анализируя, что технологическая революция, технологическая развитие цивилизации всегда сопровождалось давлением на природу, ухудшением среды обитания. И сегодня мы видим, что точка невозврата, как Юницкий постоянно говорит, очень близко, еще 2-3 поколения, и мы уже не сможем восстановить ту среду обитания, в которой мы живем. Соответственно сегодня мы подошли к железным дорогам скоростям 300-400 км в час автомобили, тоже вплотную приблизились к 300 км. Но за все мы это платим. Авиация сегодня перевозит миллиарды пассажиров и соответственно тоже вносит свой вклад в развитие цивилизации. Но платим мы за это все, друзья, некачественными продуктами, некачественной водой, некачественным воздухом, а все это продолжительность жизни и все это, друзья, качество существования, которое мы себе обеспечили. Это вот та, скажем, короткая, если говорить, справка, по которой мы сейчас, к которой мы подошли. Дальше пятый уклад это интернет, информационная революция. И мы с вами в 90-х годах уже все свидетели этой революции, мы с вами все пользуемся ее плодами, мы не представляем жизнь сегодня без компьютера, без телефона, без скайпа, без Билл Гейтса, без Джобса и так далее, и так далее. Это все уже практически наши близкие люди. Соответственно это все на наших глазах и сегодня начался следующий этап. И вот это, друзья, как раз сегодня предмет того, что мы с вами говорим, что шестой технологический уклад это уже та экономическая школа, которая разработана инженером Юницким и мы, вот я лично являюсь его последователем, я лично являюсь большим приверженцем и сторонником. И с научной точки зрения мы показываем, что шестой уклад это как раз ядро этого уклада, это технологии SkyWay, струнные дороги, что цель и задачи этой технологии это в ближайшие лет создать 50-60 миллионов километров дорог по всей Земле. Это, соответственно, новая система, которая войдет, объединит в себе интернет, потому что будет оптиковолокно, это передача будет неограниченного количества энергии со скоростью света в любую точку планеты. Это энергетический коммуникатор, потому что это передача энергии на любые расстояния, любого количества. И, соответственно, это очень комфортное, дешевое, экологическое, быстрое перемещение, которое обеспечивает из любой точки планеты в любую точку планеты бесплатно с комфортом первого класса самолета перемещаться любому желающему. То есть тут у нас много оппонентов говорят, этого не может быть. Я на это не обращаю внимания. Я говорю, друзья, сколько лет назад вы могли представить, что будет Skype, бесплатное общение, видео информации из любой точки планеты в любую точку планеты. Соответственно, технологический уклад, пятый уклад, который убрал информационные барьеры, который убрал границы, интернет сделал, почему называется интернет, интернациональная сеть. Это то, что убрало информационные границы, то, что сделало свободным обменом информации, то, что сделало сегодня нашу жизнь именно информационной насыщенной. шестой уклад, основой которой является Transnet, почему у нас интернет младший брат, потому что Transnet это следующий, старший брат а сейчас, друзья, то, что вы еще никогда не слышали, сегодня уже подошло время говорить для того, что Transnet это уже не старший брат, а сегодня это уже, друзья, средний брат, потому что сегодня вы являетесь уже свидетелями и вы услышали в репортаже, который в прошлый раз говорил Юницкий а сегодня мы на этом акцентируем внимание мы, друзья, сегодня уже закладываем и делаем основу и концепцию седьмого технологического уклада, то есть того, что будет следующими через 20 лет определить развитие цивилизации и это, я могу сказать, друзья, абсолютная новизна, этого не делала еще ни одна экономическая школа в мире и, соответственно, никто не наберет на себя ответственность заглянуть и показать мир будущего а мы, друзья, не просто заглядываем мы его делаем, и почему сегодня мы четко утверждаем что мы правы и то, что мы делаем это концептуально верно потому что сегодня основные экономические школы спорят, что же станет ядром шестого технологического уклада какая технология и Глазев, будучи сторонником, автором и разработчиком концепции укладов автором описания шестого технологического уклада с научной точки зрения он не увидел транснета, он не увидел скайвея и не увидел основной технологии которая даст основную капитализацию в ближайшие 30 лет поэтому с точки зрения аналитика Сергей Юрьевич Глазев вызывает очень большое уважение с точки зрения прогнозиста макропрогнозиста и человека, который описывает будущее он, конечно, в очередной раз почему я говорю очередной раз? потому что у нас с ним было много научных споров он в 90-м году написал концепцию развития Советского Союза на 30 лет он был одним из самых дешевых самых молодых докторов наук в Советском Союзе так вот, друзья он, описывая экономику 2020 года не описал интернет не описал информационную сферу он не описал самый большой рынок на земле то есть с точки зрения прогнозиста он не увидел то, что определило развитие последних 20 лет точно так же описывая сегодня шестой технологический уклад он не увидел транснета он не увидел скайвея он не увидел той концепции развития которая сегодня есть это его научное как бы там дело мы абсолютно к этому спокойно относимся мы сегодня показываем что основа шестого технологического уклада это то, что мы с вами друзья создаем это то, что будет определять развитие человечества на 30 лет это транснет основа транснета это струнные технологии Юницкого это скайвей и соответственно мы сегодня не то, что друзья сегодня кому-то это доказываем научные конференции мы сегодня это, друзья, реализуем и мы сегодня уже вышли на адресные проекты мы сегодня уже заключаем соглашение мы сегодня уже занимаемся землеотводами для того, чтобы уже в этом году приступить которые покажут скайвей так вот, друзья анализируя шестой технологический уклад можно сказать, что он из эры интернета переходит в эру транснета соответственно что еще будет характеризовать шестой технологический уклад и здесь, друзья я могу сказать, что почему на прошлом вебинаре я сказал, что все снята да, да, да вот этот это самый отклад отлично, да, Алексей что снят барьер по поводу монополии углеводородов о том, что это диктует развитие и никакие технологии которые ведут к снижению потребления нефти не могут развиваться так вот, друзья Эллон Маск сделал я считаю очень смелое и очень такое грамотное заявление и более того технологически его обосновал и сделал и показал о том что все индивидуальные домохозяйства то есть наша с вами энергетика, тепло и электричество через 20 лет будут полностью на восстанавливаемых источниках без использования углеводородов и он презентовал технологию PowerWoo то есть это накопители энергии которые позволяют каждому дому быть независимым от проводной энергетики и здесь очень интересно есть другой очень такой важный и интересный прогнозист и один из разработчиков технический директор Гугла это Курцвелл который показал свой прогноз и как раз на экономическом форуме которого был на прошлой неделе Греф это президент и представитель совета директоров Сбербанка используя именно классификацию Курцвелла показал что к 2019 году вся энергетика будет беспроводной и соответственно это для нас важное такое утверждение потому что это 30% всего потребления энергии на земле поэтому Маск сделал утверждение и показал что в шестом технологическом укладе все что мы будем потреблять для для себя для тепла для энергии индивидуальных а потом уже промышленных предприятий будет на восстанавливаемых источниках энергии с использованием энергии солнца и энергии ветра и он дал всю технологическую базу расчетов и уже приступил к созданию завода который будет выпускать по 100-150 миллионов комплектов в год и он четко показал что через 10-15 лет весь мир перейдет на потребление такой энергии это как раз и есть основа уклада и есть основа того что развивается почему для нас это очень важно друзья потому что мы делаем утверждение о том что также в течение этих 20 лет весь транспорт то есть транспортировка энергии транспортировка сигналов то есть обмен и транспортировка пассажиров и грузов также будет на возобновляемых источниках потому что вся система Skyway вот это друзья вы слышите впервые я могу сказать что это тоже мы проговаривали многократно я об этом слышал еще 15 лет назад от Юницкого о том что вся трасса Skyway то есть тысяча километров будет зарабатывать более гигаватта энергии то есть для солнечной энергии и энергии ветра хватит чтобы и запитать перевозку и еще давать энергию вовне в близлежащей поселке но об этом говорить друзья было опасно об этом говорить было непонятно с кем потому что последние 15 лет наша Россия сидит только на нефтяной игле она просто в эфории от этих высоких цен и наши деятели которые руководили или организовывали экономический процесс в стране в том числе и Греф который говорит в том числе и Кудрин и Чубайс которые выступали на экономических форумах они считали что это будет вечно но это друзья эра кончилась и вы помните что мы год назад полтора года назад говорили что эра нефти высокой подходит к концу что экономика которая стоит сидит на этой игле она рухнет и для нее будет коллапс что сейчас друзья в общем-то и произошло поэтому эмбарго по тому что говорить что в ближайшие 30 лет индивидуальная энергетика будет на восстанавливаемых источниках а транспорт который мы с вами создаем также будет на возобновляемых источниках друзья пришло время этому говорить и пришло время показать кто будет основными героями шестого технологического уклада и сейчас друзья это однозначно можно сказать что это будет Эллен Маск который делает энергетику индивидуальную это будет Анатолий Эдуардович Юницкий который делает транспортную систему независимую от углеводородов и это друзья очень важное утверждение и это то с чем мы сейчас дальше пойдем мы будем утверждать мы будем это доказывать и нам все равно что на это думают арабские шейхи с нефтью что на это думают наши олигархи их время друзья прошло и на экономическом форуме вот этот как мы его между собой называем гайдарятник то есть где вот эти вот птенцы этой школы переходного периода которую создал гайдар и те которые рулят фактически нашей экономикой до сих пор вот я их многократно произносил вы знаете там это и Медведев и Дворкович и Леша Улюкаев который сейчас министр экономики а в свое время был заместителем директора института переходного периода и Лира Сахибзадовна Набиулина который возглавляет Центробан это вот все эти птенцы гнезда вот этих вот либерастов или как их там назвать гайдарятника которые вот сегодня дают вот эту либерастическую экономическую теорию и это те же люди кстати которым можно смело сказать что это они рулили экономикой 15 лет и они привели к тому результату который мы сегодня имеем и что поразительно друзья Греф на этом форуме четко заявил эра нефти закончилась я когда слушал его доклад я честно говоря не поверил своим ушам это говорит министр экономики 15 лет который определял стратегию развития страны и именно распределял высокие доходы от нефти это человек который имеет вот всю сегодняшнюю экономическую базу и неожиданно он говорит что эра нефти закончилась и он сказал друзья я считаю выдающуюся фразу не знаю автор он или нет но я с большим удовольствием ее цитирую он сказал что каменный век друзья закончился не потому что закончились камни а потому что цивилизация перешла на новый уровень развития за каменным веком пришел медный век когда стали применять уже обрабатываемые обрабатываемую руду обрабатываемые металлы соответственно век нефти прошел не потому что она закончилась хотя она заканчивает а потому что цивилизация перешла на новый этап и здесь друзья Эллан Маск и Анатолий Юницкий дают четкую концепцию которая показывает обосновывает и что самое главное друзья вот это надо четко понимать и ни с чем не путать это два человека которые занимаются делом не бла-бла-бла рассуждениями по поводу того что будет сделать или как будет развиваться ни Элана Маска ни Анатолия Юницкого болтунами не назвать вы видели Юницкий неоднократно начинал уже строительство демонстрационных полигонов которые мешали спиливали после поддержки президентов у Элана Маска тоже очень интересная история я могу сказать это люди которые всей своей жизнью всей своей деятельностью показали что это люди дело и когда два таких человека говорят что мы сделаем индивидуальную энергетику и транспорт на альтернативных источниках и уберем 70% потребления углеводородов сегодня в цивилизации в человечестве друзья это можно четко сказать раз они это говорят они это сделают а мы друзья в этом принимаем участие так вот почему нам это очень важно знать потому что основной запрос сегодня цивилизации друзья это экология мы загадили все на чем сидим мы живем в городах и дышим невозможным воздухом мы пьем воду которая является ядом для организма мы едим продукты которые вместо того чтобы поддерживать нашу жизнедеятельность они нас убивают потом мы едим кучу химии лекарств для того чтобы как-то поддержать жизнедеятельность при этом мы мало двигаемся и при этом считаем что это нормальная жизнь цивилизованного человека нет друзья это мучение к которому мы сами сегодня подошли сегодня запрос у нормального развития цивилизации это вопрос какой выход и как раз выход шестого технологического уклада говорит о том что мы должны создать экогенную еще один очень важный термин он абсолютно новый и Юницкий произнес всего в 76 году в 76 году друзья экогенная технология экогенная цивилизация не техногенная а экогенная и соответственно друзья мы сейчас с вами участвуем в процессе который это не декларирует не рассказывает сказки не рассказывает что это будет а он реально делает эти вещи поэтому сегодня я могу сказать что основные технологии шестого технологического уклада это будет индивидуальная энергетика от возобновляемых источников энергии назовем это PowerWool то что сегодня проводит Elon Musk это сегодня SkyWay то есть транспортная система которая будет обеспечивать все потребности человечества в перевозках которая будет транспортировать все товары и грузы которые находятся на земле при этом на восстанавливаемых источниках друзья я прошу тоже на это обратить внимание на восстанавливаемых источников без использования углеводородов дальше это очень важное направление биоинженерии то есть та которая даст 100% экологические продукты и здесь вы тоже об этом неоднократно слышали лидером и основным тем кто будет продвигать эту технологию опять же будет инженер Юницкий потому что это ГУМУС вы слышали тоже это раз неоднократно ГУМУС это та индустрия которая позволит благодаря транснету благодаря быстрому перемещению и новой логике сельского хозяйства сделать все продукты 100% экологичными еще раз повторю 100% а быстрая перевозка пищевой лед даст 100% чистую воду соответственно расселение и большие скорости доступность от одного участка евразийского пространства до другого оно сделает расселение экологичным поэтому друзья мы с вами сегодня создаем и участвуем в технологии которая станет ядром 6 технологического уклада ну а дальше в путевой структуре будет зашито оптиковое окно которое позволит с помощью нового направления нанофотоники сделать неограниченное перемещение большого количества информации поэтому друзья тот мир который мы с вами строим в том что мы сегодня участвуем это создание экологически чистого новой среды обитания которая обеспечит возобновляемой энергией маска элона маска быстрым экологическим транспортом инженера юницкого новой системой сельского хозяйства в основе которого будут биоинженерные технологии и опять же это гумус и это быстрое перемещение это опять юницкий нано и то что связано с нанофотоникой это друзья направление разрабатываем сегодня нашими основными российскими институтами в академии наук это тоже сегодня то что курирует Дмитрий Рогозин в агентстве стратегического развития поэтому вот друзья это основные технологии еще надо обязательно сказать это о микророботах которые будут соответственно и строить и делать и дома и обрабатывать все что необходимо добывать полезные ископаемые в тяжелейших северных условиях поэтому как раз вот это то направление что определит ближайшие 10-15 лет и как Алексей показывал в первой части вебинара то есть для новичков он показывал что друзья мы это не декларируем мы это делаем и сегодня очень важно понимать что тот уклад тот цивилизационное развитие для которых которое для многих является сегодня футурологией то есть является будущим для нас это друзья уже реальность мы сегодня это реализуем делаем и это как раз та основа экономических расчетов в котором мы говорим как будут капитализироваться венчурные пакеты откуда будут формироваться те венчурные премии которые сегодня зашиты в дискаунтах то есть то что мы сегодня декларируем и определяем как рост цен рост спроса на те пакеты акций которых мы сегодня в которых мы участвуем это друзья развитие и экономика которую мы делаем и если еще вы внимательно посмотрите репортаж который Анатолий Дуанович показал как правда о ракетах там прозвучала одна очень интересная цифра и здесь друзья я специально беру сейчас для себя такую практику чтобы комментировать и показывать то что уже задекларировано и сделано инженером Юницким потому что тоже немногие на это обращают внимание это друзья порядок цифр и он как раз сказал что за ближайшие 30-40 лет на земле будет построено около 50 миллионов километров струнных дорог и это даст экономику в 4 тысячи триллионов долларов друзья это сегодня примерно на полтора порядка больше чем вся даже на два порядка больше чем вся сегодняшняя экономика и когда сегодня нам предрекают спады нам предрекают рецессии нам предрекают еще там экономические катастрофы это друзья то что сегодня делается в той парадигме к которой мы подошли мы создаем совсем другой тренд развития мы создаем сегодня совсем другое направление и мы говорим друзья нам все равно сколько будет стоить нефть все равно хоть ее совсем не будет нам нужна нефтехимия которая бензонные кольца разрывает и получает синтез и высококачественные пластики те которые используются в производстве поэтому нефть всегда будет нужна и другое дело что ее не надо будет добывать в таких количествах миллиардами тонн и сжигать это в атмосфере при этом потребляя кислорода выкидывая тяжелые металлы и окиси соответственно это все уйдет но друзья вот прошу еще одну цифру которую наверное вы не обратили внимание индивидуальная энергетика и транспорт это 70 процентов потребления энергии хоть и восстанавливаем 30 процентов это все таки промышленность это металлургия это нефтехимия и для того чтобы наш дом землю сделать абсолютно сто процентов экологичную для того чтобы никакого вредного производства здесь не было это все то что загрязняет и ухудшает нашу атмосферу надо вынести за ее пределы и это как раз то с чего юницкий начал он показал что еще в семидесятых годах и вот в середине восьмидесятых о том что технология вывода да да алексей вот этот седьмой уклад вот можно сейчас две два слова об этом сказать именно в небо на колесе это то что сегодня уже формируется технология которая будет выводить оставшиеся 30 процентов то что загрязняет землю за пределы атмосферы и все вредное производство связано с получением металлов потребление сплавов синтеза новых материалов соответственно все что связано с созданием пластиков и композиционных материалов все будет за пределами земли и таким образом седьмой технологический уклад старт которого произойдет после того как оформится транснет после того как произойдет уже миллионы километров и это друзья абсолютно логичный ряд потому что пока не возник интернет то есть мне задают вопрос а почему 20 30 лет назад нельзя было запустить транснет и струнные технологии друзья потому что не было интернета только благодаря тому что появился и оформился интернет информационное пространство появилась почва и появилась система чтобы создавать транснет и пришел юницкий показал технологию и мы ее сегодня создаем как только насчет формироваться делаться и мы с вами приступаем уже к реализации транснета то есть шестого технологического уклада мы с вами можем говорить что мы приступили к созданию седьмого технологического уклада а вот это друзья зайдите в википедию зайдите в интернет, вы нигде не увидите описание седьмого технологического уклада, потому что его не существует. Вот это абсолютно новая вещь, которую сегодня мы благодаря научно-экономической и технологической школе инженера Юницкого подошли, и то, что мы сегодня с вами сегодня говорим, что следом за интернетом пойдет следующая технология, которая будет называться Space Way, то есть космическая дорога, это то, что сегодня уже проектируется Юницким, и вы видите на слайде сейчас, и это было в книге, которая раздавалась Юницкого небесной дороги, соответственно, это следующая технология, но она будет только тогда, когда будет строиться Транснет, и это будет называться, друзья, Скайнет, таким образом получается следующий ряд, интернет, Транснет, Скайнет. Меня сразу обвиняют в вопросе, что, да, тут сравнивают Space Way, это куда круче, чем Elon Musk. Да, мы говорим, что здесь с Elon Musk мы конкурируем и с точки зрения выведения в космос, и с точки зрения его гиперлупы, здесь он проиграет нам, соответственно, эту экономическую и научную гонку. Здесь ничего, друзья, нет, но конкуренцию никто не отменял. С точки зрения индивидуальной энергетики, то, что он делает, мы абсолютные партнеры. Так вот, друзья, вот то, что сейчас декларировано, и то, что вы услышали, это абсолютная новизна. Этого нигде, никогда не было. Но с точки зрения оформления, это все абсолютно логично. Это все одно вытекает на другое, это все вставит на свои места. Почему в советские времена нельзя было построить Скайнет или Space Way? Почему 15-20 лет назад нельзя было запустить Транснет, потому что еще не оформился до конца интернет. Всему свое время. Оформился интернет, пришло время Транснета, он сегодня друмируется. Как только начнем строить и делать Транснет, появятся основы для того, чтобы делать Скайнет и реализовывать уже проект Space Way. Поэтому, друзья, это сегодня задача, чтобы то, что вы услышали. Понятно, что это очень сложно для восприятия, потому что это действительно сегодня уровня доклада на мировых экономических форумах. Вот. И это вы тоже, друзья, увидите, услышите. А наша задача, почему сегодня это рассказать, сделать, показать, чтобы записи этих вебинаров остались, чтобы вы четко говорили, друзья, вы присутствовали, когда все это начиналось. Вы об этом слышали еще тогда, когда всем казалось это фантастикой. А для нас, друзья, это реальность. Мы с вами делаем так же, как реально, инвес-проводящая система. Так же, как реальные обучающие пакеты, которые вы сегодня покупаете, и которые сегодня через эту форму вы участвуете в финансировании проекта. Для нас, друзья, это реальность. И когда для всех это станет очевидным, все скажут, но, друзья, это же и так всем было ясно. Мы говорим, да, но тогда, когда можно было войти и сформировать пакеты с высокой венчурной премией, это было очевидно не для всех. И это как раз, друзья, награда и поощрение тех, кто входит на сегодняшний этап. Поэтому, друзья, извиняюсь, если кто-то не совсем понял или кто-то посчитал, что это уж очень сильно научно, это, друзья, надо. И чтобы вы четко понимали делать. Вы дальше много услышите уже со временем таких научных докладов. Но вы можете сегодня четко для себя определить. Вы были одни из первых, которые это услышали, которые об этом узнали и которые в этом принимают участие. Ну вот, друзья, на этом я передаю слово Алексею. Вот. А я, конечно, в своей завершающей части проанализирую еще раз вам Гайдарятник, вот этот экономический форум и проект с землей. Потому что надо четко классифицировать и понимать, что такое земля, как она действует и каким образом сегодня Skyway Invence Group, потребительское общество Евразия, пакет законов, который сегодня идет по распределению земли на Дальнем Востоке, чтобы это позиционировалось и у вас не было никакой каши в голове. Я еще четко это структурирую и покажу, как это дальше и будет развиваться в дальнейшем. Алексей, тебе слово. Я свою научную часть макроэкономического прогнозиста закончил. Благодарим Сергей Анатольевич. Друзья, действительно, то, что сейчас вы услышали, вы не слышали никогда, потому что этого никто не... Так, Леш, я подожди, сейчас отключиться не могу, сейчас это... Ты говори, я сейчас попробую отключиться. Я говорю, у меня с техникой проблема за проблемой. И на самом деле тот факт использования компьютеров, то есть вот Раймонд Курсвелл, очень мне нравится теория его технической сингулярности, то, что прогресс увеличивается каждые два года многократно. И, собственно, Раймонд Курсвелл предсказывает, что уже к 2020 году будет управлять автомобили, скучный интеллект. И декларируем совершенно иной путь развития. То есть управлять автомобилем по сути не нужно будет. Потому что на самом деле... Так, плохо слышно. Так, раз-раз. Сейчас... Да, да, сейчас лучше, Алексей, да. А я пытаюсь отключиться. У меня даже... Не, было, но слабовато. Нормально, нормально, Алексей. Раймонд Курсвелл, дорогие друзья, к 2020 году предсказывал, что автомобили будут перемещаться на автомате с помощью искусственного интеллекта. И тем самым будет снижена именно частота дорожно-транспортных происшествий. Но при всем уважении к Раймонду Курсвеллу, то есть это технический директор Google, который отвечает за развитие искусственного интеллекта. И мне лично очень нравится его теория технической сингулярности. То есть это то, что при техническом прогрессе все по экспоненте, по геометрической прогрессии стремится вообще к точке. То есть через 50 лет, собственно, десятки терабайт, компьютер именно мощностью десятки терабайт будет стоить всего 1000 долларов. Но Раймонд Курсвелл не предполагает то, что появится такая сеть, как Transnet. И, соответственно, не будет необходимости вообще вживлять искусственный интеллект и давать возможность автомобилям управляться автоматически, потому что все будет перемещаться на втором уровне. Да, естественно, автомобили также будут перемещаться, потому что мы с вами даже в наш век видим в деревнях и так далее, либо просто кактическое направление перемещения гужевого транспорта. Я, когда был на Кубе, с большим удовольствием и радостью прокатился именно на гужевой повозке. Это замечательное ощущение, как будто попал в прошлый век. И на самом деле также будут перемещаться автомобили, также будут использоваться велосипеды. Но массово, на наш взгляд, на взгляд Сергея Анатольевича, меня, я думаю, что многих из людей, которые занимаются направлением Skyway, но все будет уходить на второй уровень. То есть, соответственно, не нужно будет думать на самом деле о дорожно-транспортных происшествиях вообще, потому что все будет автоматизировано и регламентировано так же, как сейчас перемещаются сигналы через интернет, сигналы от компьютера к компьютеру, через Skype и так далее. И если бы не упорядоченно на самом деле сигналы перемещались бы, то возникали бы короткие замыкания, у нас взрывались бы мониторы, загорались бы розетки и так далее. Но этого не происходит, потому что все происходит упорядочно. И так же, как формируется электрическая сеть, так же формируется, как сеть интернет, так же, как течет вода на самом деле, абсолютно так же будет функционировать сеть Transnet. Юнибус друг с другом не столкнется, Юнибайк не наедет, впереди идущий Юнибайк, потому что все будет управляться системой автоматизированного управления, то есть по самолетам мы можем видеть, что самолеты в редчайших случаях сталкиваются, потому что все просчитано до миллиметров. И при том подходе, при котором Анатолий Эдуардович Юницкий и вся команда научно-производственного конструкторского предприятия ЗАО «Струнные технологии» подходит к процессу, то есть вот даже установка промежуточных опор. Вдумайтесь и посмотрите еще раз на видео. Меня шокировало, то есть я перед этим смотрел, как строится мост в Крыму и небо и земля на самом деле. Здесь у нас соблюдается с точностью до миллиметров просто промежуточные опоры. Да, сегодня используются самые дешевые материалы, но это доказывает, что используя дешевые материалы, мы все равно создаем высокоэффективный транспорт второго уровня. То есть дешево, безопасно, высокоэффективно и скоростное перемещение – это будет одним из слоганов шестого технологического уклада. и в чем мы солидарны с Эланом Маском в том, что он на самом деле против искусственного интеллекта. И если говорить про концепцию Транснет, то здесь естественно мощности и так далее, возможность обработки еще большего количества информации – это будет возрастать, это будет плюсом для Транснет. Но, друзья, когда нам будут в наше живое тело вживлять компьютер, чтобы наш мозг, как предсказывает Раймонд Курцвелл, подключался помимо именно биологического облака, то есть биологическое облако можно называть как солярис и так далее. Ну, то есть как общается наше подсознание на уровне квантовой физики, то есть как, собственно, мы можем близкого человека услышать мысли, не обладая телекинезом и так далее. Но это все от основы квантовой физики. И таким же образом Раймонд Курцвелл предсказывает, что мы будем подключаться, наш мозг будет подключаться к облаку. Ну, на мой взгляд, это уже перебор. И Эллон Маск, и Билл Гейтс также предостерегает человечество на самом деле предостеречь вообще вот развитие, именно развитие искусственного интеллекта. Что касается, вот, кстати, слайд не подготовил, но у нас был слайд, что такое вообще Unibus, что такое транспорт второго уровня Skyway с помощью системы автоматизированного управления, перемещающей и обладающей машинным зрением, думающей, имеющей орган на сезоне. То есть, фактически анализирующей ситуацию. То есть, никогда не произойдет такой ситуации, что Unibike, Unibus, Unicar, либо Unilet наедут на какое-либо препятствие, которое они встретят на путевой структуре. Они остановятся и передадут свои знания в общую сеть, в общую сеть, которую примет каждый Unibike. И каждый узнает, как выглядит это препятствие. Ну и, собственно, Unibike, который с конвейера будет выезжать, он выходит, как рождается дитя, фактически. То есть, он выезжает с абсолютно чистым мозгом, так скажем. Но ему можно будет загрузить. Это можно делать с машинами, и это нужно делать с машинами для улучшения нашего качества жизни. Но с человеком, на наш взгляд, этого делать не стоит. И как раз-таки транспорт Skyway, то есть, рельсовый автомобиль будущего, умный рельсовый автомобиль будущего, смарт-автомобиль рельсовый будущего, перемещающийся по особой путевой структуре, он будет думать, и это будет транспортный Android. То есть, такое понятие непосредственно на технико-экономических вебинарах вы могли слышать. На наш взгляд, что это более логичное применение искусственного интеллекта для того, чтобы человек действительно улучшал свое качество жизни. И тот факт, что, собственно, будет создано новое направление сельского хозяйства, биоинженерия, основополагателем и именно фундаментальным, так скажем, ученым будет являться Анатолий Эдуардович Юницкий, этого направления именно. Но Траймонд Курцвелл также, если провести параллель, замечательное направление, вот что касается, по сравнению с искусственным интеллектом, это действительно нужное направление. То есть, это био-нано-роботы. То есть, фактически, Анатолий Эдуардович Юницкий создаёт вообще, то есть, он очищает планету, то есть, он очищает экологию, он очищает сельское хозяйство, будет создано совершенно иное вообще сельское хозяйство, которое крайне отличается от того, что мы видим на сегодняшний день. То есть, гумус будет перевозиться в специальных пластинах, буквально, которые каждый может положить свой юнибайк и так далее. И на крышах наших анкерных опор, которые являются станцией, на крышах наших скайхаузов, которые будут в линейном городе, на крышах просто традиционных зданий, сейчас это плотно входит в обиход строительства с зелеными насаждениями зданий, мы будем выращивать экологически чистую продукцию. И, соответственно, вопрос, если мы будем кушать экологически чистый продукт, соответственно, за недорогие цены, и это тоже абсолютно логично и обоснованно, потому что компьютер стоил, ну, iPad, возьмем iPad, то есть, iPad стоил десятки тысяч долларов, первые iPad стоили таким образом. Но сейчас можно за 100 долларов, за 200 долларов приобрести планшетный компьютер, который плотно уже и прочно вошел в обиход. И, соответственно, даже ребенок сейчас, я вот по своей племяннице тоже, как Сергей Анатольевич про своих детей рассказывает, по своей племяннице я вижу, что для нее это очевидно и абсолютно понятно даже обучаться сейчас через планшетный компьютер для нее, чем писать в тетрадки. И на самом деле то, что сейчас для нас непривычно, в будущем это будет ускоряться, развитие технологического прогресса будет ускоряться. И это также доказывает, что технология Transnet, сеть Transnet будет развиваться очень быстро, потому что один километр, который мы ставим первичной целью строительства в сутки. То есть это уже после испытания, после выхода на серийное производство. Но в будущем мы достигнем тех показателей, которые мы декларировали на вебинарах. То есть это 200-300 метров в минуту с помощью промышленных лазеров и так далее. С помощью, опять же, может быть, искусственного интеллекта, который будет строить. И фактически мы будем программировать сеть Transnet в проектах. То есть это будет единая тоже проектная система. И очень быстро, так же быстро, как мы будем проектировать, даже будет проектировать машины под чутким, небольшим руководством, так скажем, специалистов, инженеров, проектировщиков. И так же быстро это все будет реализовываться в железе. Соответственно, когда Transnet будет развиваться и шагать по планете уже полным шагом, то возникнет необходимость создания новейших сплавов, то есть еще большего удешевления конструкции. Это так же логично. Это по теории Курцвелла так же увязывается в общую логику. То, что при вхождении в технологический уклад, у нас материалы, сплавы должны стать несколько другими. То есть абсолютно чистые, которые на сегодняшний день недостижимы. И самые чистые сплавы мы сможем получать именно на орбите, то есть в условиях невесомости. Сейчас это стоит сотни тысяч долларов, именно создание единичных экземпляров только частей целой системы. И так же, как десятки терабайт компьютера будут стоить всего лишь тысячу долларов. Собственно, так же в седьмом технологическом укладе, начнем с шестого технологического уклада. В шестом технологическом укладе мы за тысячу долларов сможем приобрести подвижной состав, который будет являться нашим уникальным индивидуальным купе. То есть захотели мы изменить дизайн, то есть ездим на дизайне, к примеру, любители Mercedes, уникальный немецкий дизайн, захотели на более что-то еще более люксовое изменить. Пожалуйста, это можно сделать. Сломался подвижной состав. Именно ремонтные бригады, ремонтные центры, станции технического обслуживания SkyWay займутся как раз таки этими подвижными составами. Не вам нужно будет ремонтировать. Ну, на самом деле это романтика лазить под автомобилями и так далее. Это уйдет именно в романтику. Но все это будет ремонтироваться ваши юнибусы, юнибайки личные именно, которые вы приобрели десятки тысяч долларов. То есть серийные образцы Анатолий Эдуардович Юницкий уже планирует продавать по тысяче, ну, максимум там самые топовые, пять тысяч долларов будут стоить. И, соответственно, цена на подвижной состав будет падать. Также цена на скорость перемещения и на дальность перемещения также будет падать. Именно ввиду того, что бизнесы, которые будут созданы сетью Transnet, они будут самоокупать путевую структуру, именно затраты, капитальные затраты на перемещение подвижного состава, на техническое обслуживание путевой структуры. И, соответственно, для того, чтобы пойти на этот вебинар вы не заплатили ни цента, вы заплатили максимум за использование интернет. Но, соответственно, использование интернет – это тоже в будущем. То есть сегодня вот у нас немножко такой футуристичный вебинар. В будущем вы не будете платить за использование. Максимум будете абонентскую плату минимальную платить, потому что интернет будет по всей земле. То есть точка покрытия Wi-Fi будет по всей земле. И огромную долю в это принесет как раз-таки Transnet. Именно в качестве использования основ и принципов нанофотоники, то есть передачи светового сигнала через оптоволокно. И туда, куда будет приходить Transnet, там будет появляться цивилизация, там будет очищаться экология, формироваться не техногенная, как Сергей Анатольевич Сибиряков сказал, а экогенная уже инфраструктура. И, соответственно, все будет повышать общий уровень и качество жизни населения, человека, независимо от того, живете вы либо на Мальдивах, там я не знаю, либо в жестких суровых условиях Дальнего Востока. Ну и там, и там будет жить комфортно. И, соответственно, я также обещал вкратце рассказать про продвижение по адресному проекту, один из которых я ответственный, то есть это по Челябинску. Друзья, я могу сказать, что процесс идет полным входом, то есть вот на данной фотографии вы увидите первого замглавы города Челябинска, то есть пообщались замглавы на фотографии Евгений Баклунин, то есть Владимир Баклунин с Евгением Баклунин, то есть муж и жена, это наша команда именно по адресному проекту города Челябинска. Не пытайтесь создать и инициировать адресный проект в одиночку, не получится все равно, забуксуйте, то есть пройдено, собирайте команду обязательно. И, соответственно, господин Паранычев, это человек, который ответственный именно за различные совершенно вопросы. При обсуждении, при ходе презентации, уже не первый раз, так скажем, я провожу презентацию, она несколько отличается от презентации для новичков, допустим, но те люди, которые присутствуют в данном совещании, они были как раз-таки новичками. Я не услышал аргументов против ни управления архитектурой, то есть наоборот, сказали, что абсолютно вообще гармонизирует с трендом развития города. Я не услышал от управления транспорта никаких, так скажем, против. И мы подытожили, что, да, действительно, технология Skyway именно в виде пилотного применения в городе Челябинск в качестве юнибайков, это замечательно, но нужно мыслить дальше. Сформировали и инициировали, так скажем, в мыслях пока что и на словах. Но за мыслью следует слово, далее действие, абсолютно правильно написали в чате. Я думаю, как только мы продемонстрируем уже транспортное средство, легкий прогулочный, спортивный, экскурсионный именно подвижной состав и путевую структуру, которая, соответственно, не отличается, не особо отличается от городского пассажирского транспорта. Мы все будем это масштабировать на городской пассажирский транспорт. То есть, если жители Челябинской области, ну, в основном Челябинской здесь присутствуют, поставьте плюсик. Собственно, мы рассмотрели проекты потенциальные от АМЗ до Шершней. То есть, это такой жизненно важный, необходимый проект для города. Очень такие транспортные проблемы, животрепещущие наблюдаются. Естественно, это уход на северо-запад, то есть, набережная Кашириных, молодогвардейцев. Естественно, уход в сторону Парково, Парково-2, Тополиной аллеи. И также связка города Челябинска с Сосновским поселком, то есть, это западное направление. Также, ввиду приближения ШОС и Челябинск может попасть в число городов, которые примут делегации ШОС. Это как раз-таки у нас проект с Родника до Юргу планируется. И с Родника как раз-таки можно будет уйти на потенциальные объекты ШОС. То есть, это Конгресс, Холл, это гостиничные центры, как раз недалеко от Холл Дэйн. И что касается также связки городов-спутников, связки городских агломераций, также было обсуждено абсолютно принятой идеей входа транспорта SkyWay именно в качестве нашего личного финансирования технологий SkyWay в виде юнибайков первых километров. И далее, соответственно, уже при демонстрации, далее мы будем общаться уже не за наши финансирования. Ну, естественно, целевые программы, они никуда не денутся. И те, кто захочет проинвестировать в адресный проект, к примеру, города Челябинска или Дублина, Ирландия, или Самары, или Санкт-Петербурга, или Москвы, или Сочи, или Казани. То есть, вот я вам направление назвал, который, или Красноярска тоже. Красноярск ожидает такие серьезные сподвижки в адресном проекте. Внезапно связи всплыли, так скажем, в прошлом у Сергея Анатольевича Сибирякова. И, соответственно, вот эта модель, эта схема точки входа, стратегически правильно выбранной, она абсолютно работает. Она показывает, что схема действенная. И сейчас, собственно, мы готовим документы уже на согласование. То есть, это протокол. Мы обкатываем сейчас форму протокола о намерениях для российских. То есть, многие меня просят, мы, друзья, сейчас просто обкатываем и согласуем с юридическим отделом. Я думаю, что максимум на следующей неделе это все уже появится в бумаге в электронном виде. И мы сможем дублицировать этот процесс. И я думаю, что в первом квартале, так как все достаточно без какой-либо конфронтации и конкуренции складывается, то есть, нашу концепцию принимают, то мы вполне можем выйти на подписание протокола о намерениях. Это значит, при подписании будет значить, что нам дали зеленый свет, мы можем приступать к трассировке и, соответственно, двигать проект уже на финансирование, на народное финансирование, на привлечение средних и крупных инвестиций. И, соответственно, далее уже с первого по пятый мы абсолютно уверен дойдем до пятого. И еще до пятого этапа мы начнем уже рассматривать городской пассажирский транспорт. Это чисто на примере Челябинска такая работа, дамы и господа, проделывается в каждом из городов, которые я назвал, и по тем направлениям, которые засекречены и о которых мы не знаем. Я лично и Сергей Анатольевич, мы не знаем, какие проекты готовятся в Австралии. Мы не знаем, какие проекты готовит головная компания. Мы говорим только про те проекты, которые инициированы Transnet Group и, соответственно, инициированы по направлению юнибайков. Собственно, о чем знаем, о том и говорим. Но знаем мы определенно и точно, что все мы делаем очень доброе для всей планеты дело, потому что строй Skyway, спасай планету и дай дорогу в мир Transnet. Благодарю за внимание, дорогие друзья. Ну а теперь небольшой экономический обзор по курсу рубля, валюты, нефть и так далее. Все экономические тренды осветит наш замечательный народный экономист. Сергей Анатольевич не особо любит, когда вот так называют, но действительно народный экономист и народ должен знать о том, о чем говорит Сергей Анатольевич в этом ракурсе и во многих других. Благодарю за внимание. Сергей Анатольевич, вам слово. Спасибо, Алексей. Вот тут видите, пока выступали, у меня действительно в онлайне стоит постоянно обновление цены на нефть, доллар, так сказать, все это. Вот пока мы тут разговаривали, доллар 80 отметку первый раз преодолел, а нефть показала уже 27 первый раз. Правда, очень быстро отскочила опять, но сейчас стоит 28,2. То есть реально о том, что нефть уйдет ниже 25, это уже сегодня для всех очевидно. И я вот сейчас в конце вебинара сброшу аналитику, я просто слежу за определенной группой аналитиков, их очень много, говорят, так сказать, но я где-то уже лет, лет, наверное, 8 так стал сотрудничать и смотреть с одной группой аналитиков. И я могу сказать, что они очень редко ошибаются. И год назад они говорили падение цены до 40-30, ниже они сказали 30 не пойдет. Вот, я вот с ними вчера разговаривал, связывался. И они сейчас уже дают прогноз аналитику, что рынок, который разогнался на падение и те факторы, которые идут, скорее всего вот 20 планка не предел и не остановится. То есть они сегодня уже ждут цены на нефть, где-то весной к середине лета уже к 10 долларам за баррель. Вот я могу сказать сразу, что на том, что сегодня, тут вот говорит, рынок отскочит, ну поживем, увидим, так сказать, как раз сейчас обязательно он когда-нибудь отскочит, цена на нефть 10 или там не может быть. Но те тренды, которые идут, я могу сказать, что весь этот год средняя цена ожидается уже по их понятиям 30 долларов весь средний год, потому что начали мы его все-таки с 50. Вот. И, соответственно, второй вопрос – это насколько долго сохранится этот тренд. И на сегодняшний можно сказать, что тренд этот долгосрочный и падения цены в ближайшее время не будет. Это хотя бы тот фактор, сразу очень важный, что цена определяется спросом-предложением, а сегодня при превышении предложения на спросом, сегодня ряд стран, а особенно цена Саудовская Аравия, которая влияет на всю цену на 40 процентов. Друзья, это катастрофическая цифра для тех, кто следит за ценой на нефть и считает, что она поднимется. Это цена, это цифра, где Саудовская Аравия на 40 процентов увеличила добычу. И второе, не добычу, а увеличила бурение для новых, для новой добычи, для увеличения производительности. Это говорит о том, что снижать Саудовская Аравия добычу не собирается. И сегодня самый интересный факт, что Россия буквально каждую неделю определяется Саудовской Аравии, то мы, то они больше добывают нефти. Так вот Россия вышла на максимальный исторический максимум, который она вообще добывала за всю историю нефтедобычи. Поэтому говорить о том, что снижение в ближайшее время цены не будет. Соответственно, все страны пытаются это компенсировать большим объемом. Это говорит о том, что мы увидим цену и в 20, а вчера я первый раз увидел аналитику, что уже готовятся и к цене в 10. Соответственно, можно сказать, что для российской экономики, которая сидит, вздыхает и кайфует от высоких цен, это просто катастрофа. Поэтому правительство сейчас перешло в очень такое интересное. Они просто стали улыбаться, они делают вид, что ничего не происходит и ничего страшного с нами, друзья, не произойдет. Поэтому это абсолютно неадекватная сегодня реакция. То есть сказать, что что-либо практическое или что-либо сделать не могут. Сейчас все улыбаются и как манту произносят. Ничего, друзья, страшного не будет, все будет хорошо. Особенно друзья, которые имеют маленьких детей, вот особенно у меня сейчас там совсем. И мы все питание, это импортное питание, все подгузники, все это самое, это импортное. И то, что сегодня происходит с этими ценами, друзья, я просто захожу в магазин и как обыватель просто чувствую себя идиотом. Когда мне говорят, что инфляция не превышает 7-8%, а цены только в этом году уже превышают два раза, я что-то не могу понять, друзья, я думаю, а где же у них инфляция в 8%? Или на что они считают инфляцию? На картошку, которую вырастили в Белоруссии и говорят, что она в три раза. Так я что-то сейчас смотрю за продуктами питания нашего производства, российского, они не отстают от импортных продуктов. Ну а если анализировать цену на нефтепродукты, на бензин, то я почему-то, вот возвращаясь там из-за рубежа, вот там Прибалтики был, в Болгарии в этом году, там снижается цена на нефть, там снижается цена на нефтепродукты, бензин стал дешевле, чем в прошлом году. Вот как-то почему-то мне кажется, что это логично. А в России при падении почти, уже в три раза падение цен на нефть, почему-то цены на бензин растут. Вот тоже какая-то странная у них экономическая модель. И так как вот на Гайдарятнике выступали вот эти вот бойцы, все, кто до недавнего времени были руководителем экономического блока, а сегодня со стороны смотрят, надувают щеки и дают советы, вот это Игрев, Набиулиныш, Центробанки, Улюкаев, там Баркович, вот они все выступают и говорят, ребята, ничего страшного не произойдет, все хорошо. Вот, сразу вспоминается анекдот, который я рассказывал три месяца назад на вебинаре. Помните, когда в интернете была такая активно распространенная такая хохма, когда Медведев выступает перед студентами МГУ и говорит, да цена там 20, там 30, даже 20, даже 15, нас не пугает, у нас хороший запас прочности, мы при этом будем жить хорошо. И тут такой слабый голос из зала, а мы. Так вот, друзья, сейчас складывается такое ощущение, что при любой цене на нефть, при любой ситуации они будут жить, в общем-то, хорошо. Остается вопрос, что делать всем остальным. И здесь как раз надо четко понимать, что коллапс, он очень близко подходит, его сегодня все экономисты описывают с большим смаком и каждый только претендует на то, что более смачного напишет. Но, друзья, как не было, и вот здесь вот уже, друзья, с профессиональной точки зрения, я могу сказать, ни одного здравомыслящего прогноза, который дает путь выхода из той ситуации, которая есть, нету. И здесь я уже смотрю, я уже с профессиональной точки зрения, а кто-нибудь прокукарекает, что делать. Так вот, друзья, исходя из этого, мы только слышим, что мы готовим программу приватизации, то есть продадим сейчас Газпром, Роснефть, Транснефть, Сбербанк. Естественно, что мы знаем, кому они это все продадут, потому что покупатели у нас в основном один, ну максимум два. Поэтому мы знаем, кто скупит все это. И поэтому, опять же, можно говорить, что, скорее всего, хорошо у них все будет. Вопрос, что будет происходить с нами и с обычными людьми, обывателями, обычными жителями, которые смотрят, что экономика полностью привязана к курсу, и мы сейчас увидим курс доллара и 80, и 90, и 100, и не знаю, там дальше уже прогнозировать очень тяжело. Но, скорее всего, тут уже аналитики говорят и 120, и 150. И весь вопрос, сколько при этом будет стоить детское питание, подгузники. И при этом мы будем слышать, что никакой инфляции, никакого вопроса нет. И здесь вот как раз, друзья, я могу четко понимать и четко утверждать, и пускай меня кто-нибудь в этом переубедит, что есть другая программа, кроме Skyway. И если раньше мы «Строй Skyway, спасай Россию» произносили, как такой оптимистичный лозунг, как стимулирование, как то, что мы говорили, друзья, это наш девиз, это наша цель, наша задача. Потом мы стали говорить, что, друзья, это действительно серьезно. А сейчас я хочу услышать, друзья, скажите хоть кто-нибудь альтернативу, кроме того, что бабахнем ядерную бомбу, и завтра вся нефть будет стоить, опять так сказать. Я этих сумасшедших, а к нему относится ряд серьезных политиков, я их не рассматриваю. То есть реально пути выхода, реальная экономическая платформа, реально вопрос о том, что должно завтра произойти. И сейчас мы просто как мантру, как молитву слышим от этих деятелей о том, что, друзья, мы хотим, чтобы цена на нефть вернулась опять к 200, и у нас все будет хорошо. Так вот, сегодня Греф на экономическом форуме, выступая перед вот этими либерастами, сказал, что нет, друзья, высокой нефти больше не будет в ближайших 5 лет. Все, эра нефти закончилось, как закончился каменный век. И в этом плане начали обсуждать, а что же делать дальше. И вот здесь вот, друзья, я получил истинное удовольствие, когда слушал, а я всех из выступления просмотрел все это. Вот это, друзья, начинается просто детские лепи. Вот сейчас я на них смотрю, просто начинают лепетать. Причем лепетать какие-то абсолютно не членораздельные, не с экономической точки зрения обоснованные вещи. То есть, если раньше в 2008 году нас пугали, мировой кризис, всем плохо, поэтому нам плохо. Сегодня, когда идет экономический расцвет, когда растут крупнейшие промышленные корпорации, когда рост акций идет, и Тойоты, и Форда, и Дженерал Электрик, то есть все сегодня активнейшим образом растут. Самсунг показывает рекордный рост акций. Идет рост экономики и в Европе. Америка претендует на рекорды роста. Ребята, у них все хорошо. Китай, который сегодня снижает цены, у них там лихорадка идет с другими связаны абсолютно процессами. Они после быстрого роста, у них сегодня происходит реструктуризация. Они счастливы сегодня от дешевой нефти, потому что это выгодно всем, кроме Венесуэлы, кроме России и кроме еще ряд стран, которые полностью зависят. Саудовская Аравия сразу сказала, цена 15-10 долларов, их не пугают. Они к этому готовы. Поэтому, друзья, идут глобальные экономические и политические процессы. То, что сегодня происходит в экономическом блоке, я всегда говорил, что цель и задача этих бойцов, которые сидят, судя по всему, какие-то другие, сейчас эти задачи прорисовываются, когда Шувалов с таким энтузиазмом рассказывает, ребята, у нас масштабнейшая, грандиознейшая, амбициознейшая задача приватизации. Другими словами, мы сейчас на пике падения по самым дешевым ценам. Все, что сегодня осталось, продадим. И продадим знаю. Вот поэтому, друзья, здесь в этом плане, когда я говорю, что коллапс и то, что сегодня подходит в серьезные времена, это именно анализ. И когда мы говорим, друзья, а у нас есть очки Skyway, и мы говорим, что, ребята, у нас есть выход, мы знаем, что делать. И строй Skyway, спасай Россию, это не пустые слова. Это реально сегодня можно четко поставить на одну планку с планом ГОРО, который осуществили большевики и коммунисты. Но, кто не знает, я еще очень четко могу сказать, что план электрификации страны был разработан аналитическим отделом планирования правительства Столыпина. И не большевики придумали ГОРО, это большая глупость. Просто это модернизация, которая не могла было произойти без электрификации. И Ленин, когда уже взял власть в 18-м году окончательно, он просто взял этот план и произнес знаменитейшую фразу, которую знают все, кто учился в советской школе. Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. Почему нужна большевикам была электрификация и индустриализация? Для того, чтобы делать танки, пушки, самолеты, для того, чтобы защищаться от всего мира и защитить тот режим, который они создали. Но дальше, вот у меня вчера был очень такой серьезный спор с одним аналитиком, который говорит, надо вернуться к сталинским временам, надо жесткую руку. Я говорю, знаете что, друзья, давайте как экономисты рассуждать. Модернизацию глубокую провели многие страны мира. И Штаты, и Англия, и Франция, и Германия, еще многие страны. Но не все ее провели рабским трудом. То есть мы для того, чтобы осваивать месторождение, строить новые дороги, мы ввели рабский труд. Мы реально поработили часть населения своей же страны, обозвав их предателями Родины. И с таким образом были планы гулагов, которые потом строили нам все эти трассы. И все это. Поэтому можно было это сделать нормальным путем. Поэтому никогда никакой любви у меня к этим большевикам или коммунистам, которые за счет своего же народа строили его же благо. Это все ерунда и все это чушь. Так вот, друзья, я это говорю только о том, что план Транснета, план сегодня глубокой модернизации, освоения новых месторождений, освоения новых территорий. Он может идти только с коммуникациями. И здесь опять не могу не процитировать дядю Лешу Кудрина, который сказал, что план Путина по раздаче земли утопия, потому что там нет инфраструктуры. Ее надо создать, а потом уже говорить о земле. Так вот, друзья, давайте вот от этого оттолкнемся. И сегодня закончим этот вопрос на то, о чем мы с вами говорили, чтобы приземлить в прямом смысле слова, приземлить сегодня наше размышление о шестом укладе, о Беллоне Маске, о инженере Юницком, о технологической экогенной революции и так далее. Мы все это приводим к земле. И сегодня, когда мне говорят аргумент о том, что земля никому не нужна, она находится там миллиарды гектар, что там нет инфраструктуры, что это все утопия. Я говорю, друзья, я с вами согласен, 100% согласен. Но, вы слышали про Элона Маска? Есть такой очень интересный, экстравагантный миллиардер, который сделал несколько значимых в мире проектов. А вы слышали про его проект PowerWalk? О том, что через 10 лет вся энергетика будет беспроводная и она будет в каждом доме абсолютно независимо, этот комплект будет стоить меньше доллара. Или про Курцвала, который прогнозирует это. Не слышали? Ну, зайдите в интернет, почитайте. Второе. А вы слышали про инженера Юницкого, про его проект Skyway, который сегодня реализует программу демонстрации в Марьиной горке под Минском, который сделает перемещение дешевым, быстрым и бесплатным на территории евразийского пространства. Не слышали? Зайдите в интернет, посмотрите. А вот теперь я, друзья, задаю вопрос. Когда вы знаете про Маска, про энергетику независимую, про транспорт, который делает дешевый, сразу весь вопрос. А эта земля такая ли утопия? Или так ли она не нужна? И так ли это сегодня афера, которую сегодня пытаются приписать Путину? Нет, друзья. Вот здесь я вам четко могу сказать. Шестой технологический уклад. То, что сегодня делает Элот Маск, то, что сегодня делает нанофотоника, то, что делает Юницким, они делают эту землю золотой. А дальше я говорю, друзья, это ваше дело личное. Хотите, берите. Не хотите, не берите. Сидите, считайте, что Маск, Юницкий и Путин – это все мудаки. Если вы так считаете, ваше личное дело. Лично я считаю, что Юницкий – это гениальный изобретатель нашего времени. Это Леонардо Давидчи, который дает уникальные технологии, которым мы в ближайшее время воспользуемся. Что Эллен Маск – это гениальный человек, который сегодня увидел и противопоставил сегодня себя всем нефтяным олигархам и сказал, что через 15 лет нефть – это будет нефтехимия, а энергетика будет возобновляемая. И Путин, который взял на себя ответственность и сказал, друзья, сегодня надо дать землю людям, чтобы они ее развивали. Такую синергию. Они первое – освоят Сибирь, Дальний Восток. Они дадут сегодня активнейший стимул для развития. И это то, что даст шестой технологический уклад. Это даст каждой семье гектар и земли психологически чистым, где мы будем жить. Это не только Дальний Восток, это потом программа из Сибири и Урала и так далее. А Юницкий и Эллен Маск сделают то, о чем говорил Кудрин. Ребята, без инфраструктуры они никому не нужны. Да, друзья, там нет инфраструктуры. Это как не было телефона в деревне Кузидеево, где живет моя мама. Там не было никогда телефона. А сегодня она говорит, знаешь, интернет на первом этаже плохо работает, надо на второй подниматься, потому что что-то тормозит. Так вот проводной телефон туда не придет и не пришел никогда. И Маск говорит, проводной телефон проиграл мобильному телефону, потому что он более сегодня в старом веке, в старом укладе. А мобильная связь это пятый технологический уклад, это трансфет. Так вот, друзья, по земле сейчас я могу сказать. Нас тоже тут пытаются сейчас ввинять, что мы говорим, что это программа, что она никому не нужна, что мы сегодня делаем. Сразу давайте четко определимся. Skyway Invest Group, та компания, которая сегодня доводит информацию, она не раздает землю. ПО Евразии тоже не раздает. Землю раздает президент Путин через указ, который дается государством в пользование при определенных условиях. Мы не создаем сегодня энергетику Элона Маска. Мы сегодня участвуем в проекте создания демонстрационных образцов для запуска транспортной технологии. Но все это вместе дает синергию. Поэтому, когда нам сегодня пишут, говорят, как через Skyway Invest Group получить землю. Друзья, никак, это глупость. Skyway Invest Group к земле не имеет никакого отношения. ПО Евразия к земле на Дальнем Востоке тоже не имеет никакого отношения. И когда говорят, что для того, чтобы получить землю, надо вступить в ПО или заплатить взносы, это тоже, друзья, спекуляция. Никакого отношения ПО Евразия к этой земле не имеет и иметь не будет. ПО Евразия это самостоятельная организация, которая собирает пайщиков, и у него будет своя земля, которую она будет получать в управление, и вот этой землей она будет распоряжаться. А мы сегодня, как информационная группа, которая рассказывает об Элоне Маске, о Юницком, о технологиях, которые сегодня идут с земли, мы говорим, что тот, кто будет обладать информацией, где будет проходить трассы, и где сегодня можно будет получить заявку и получить самую дорогую золотую землю, золотой гектар на евразийском пространстве, мы вам, друзья, будем рассказывать, мы будем до вас доводить эту информацию, и как раз это и есть наша работа – научить вас. А вы сами будете принимать решения. Нужна вам земля, не нужна. Будете вы участвовать, не будете. Поэтому, друзья, самое главное в нашем деле – это получать информацию, обрабатывать информацию, и самое, что главное – использовать эту информацию. Ну вот, друзья, на этом я думаю, что по земле мы с вами поговорили. Именно по золотому гектару и как его получить, вы узнаете из наших вебинаров, вы узнаете, как сделать заявку, где получить координаты, вы узнаете, как все это будет работать. Еще раз скажу, чтобы не было никаких спекуляций и не было никаких вопросов. Skyway – инвестиционная группа, которая работает на инвестирование Skyway в полигон на Марьиной Горке, она занимается целевым финансированием проекта Skyway. Земля – это то, что относится уже к использованию технологий, которая даст Skyway и Transnet. Эллен Маск, он дает возможности, которые сегодня даст освоение огромных территорий. И, соответственно, мы это сегодня увязываем уже на уровне использования технологий с тем, что предлагает президент Путин. Поэтому, друзья, я прошу, чтобы не было никаких… Потому что, знаете, уже появляются письма, что я заплатил там какую-то сумму в ПО Евразии, где моя земля. Мне сразу смешно, друзья, какая… Причем здесь вступление и взносы в ПО Евразия и земля, которая раздается по закону связи, здесь, друзья, никакой. Кроме того, что мы производим и увязку всех технологических процессов на уровне шестого технологического уклада. Поэтому, друзья, я думаю, что мы еще будем об этом говорить. Еще будет очень много на эту тему и вебинаров, и вопросов. Поэтому, друзья, строй SkyWay, спасай планету. Вы видели, как сегодня в начале вебинара это говорил Юницкий на морозе, когда строится SkyWay в любых климатических условиях. Ну, еще пока до 21 градуса. Но мы увидим, друзья, и минус 40, и минус 50, и минус 60. И как в свое время я брал обязательство с Алексеем Суходоевым мешать бетон и в первые опоры складывать. Вы помните эти вебинары год назад, и мы выполнили это обещание. Мы мешали с ним бетон, закладывали первые опоры. Вот, так сказать, это были по уши в бетоне, и мы выполнили это обязательство. Так вот, друзья, сейчас я вам четко беру обязательство. Скорее всего, конец 16-го года, начало 17-го года, когда начнутся первые опытные строительства при температуре минус 60, то есть это в районе Томторского месторождения Северо-Якутии, то я обязательно буду там. Я думаю, Алексей, если не испугается такого мороза, мы также будем участвовать при закладке первых опор и первых свай при минус 60 градусов, потому что это та перспектива, которая перед Россией открывает безграничные возможности. Поэтому, друзья, я думаю, что обязательно, не то, что думаю, я абсолютно уверен, потому что все, что мы говорим, друзья, мы делаем. Мы вам говорили очень многие вещи, мы их показали. То есть и второй момент, что сейчас вот Алексей показал Челябинский проект, вот у нас также готовится сейчас Санкт-Петербург, Москва, Красноярск, вы все это увидите, друзья, в ближайшее время, и все это как раз работа наших вебинаров, и это все. И теперь, друзья, один последний вопрос, я вопросник, который сейчас то, что тоже идет несколько таких сегодня инсинуаций по поводу наших вебинаров, особенно когда я говорю про правительство, про экономическую ситуацию, меня стали обвинять в том, что я нагоняю жути, и с моего вебинара люди уходят в депрессивном состоянии и не понимая, что дальше делать. Вот сейчас я хочу вам задать вопрос, друзья. Вот тот, кто был на первом вебинаре, тот, кто сегодня на втором вебинаре, прошу оценить ситуацию, что получили вы негативную информацию и уходите с нашего вебинара в депрессивном состоянии, не понимая, что будет дальше, и что жизнь у вас закончилась, и завтра будет плохо, что вы в полном негативе. Вот прошу, соответственно, проголосовать, потому что это будет такой очень серьезный аргумент и факт для того, чтобы показать, что, друзья, я считаю, то, что мы делаем, это полезная вещь. Мы показываем именно пути выхода и пути развития, и все спекуляции и инсинуации на предмет того, что есть негатив, я считаю, неправильным. Поэтому прошу проголосовать. И на этом, друзья, я, наверное, буду с вами заканчивать. У нас еще с Алексеем вебинар в 19 часов для новичков. Надеюсь, он пройдет уже без технических. Вот. Ну и потом примерно в таком же плане для средней части, для европейской части России именно шестой, седьмой уклад. И, друзья, наша задача показать то, что мы делаем, не делал никто никогда. У нас есть очень серьезные союзники и сторонники. И то, что мы сегодня делаем, это единственный путь по тому, как выходить из той экономической ситуации, в которую мы все глубже и глубже ходим. И тот экономический ковчег с названием Skyway, который мы сегодня строим. Ну все, друзья, традиционно, строй Skyway, спасай планету. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok